Здравствуйте, друзья! Меня слышно? Напишите, пожалуйста, кто-нибудь. Всем привет! Надеюсь, что у меня будет слышно, потому что наушники сели. Как-то так необычно. А как вас добавить? Я уже забыла. Слышно меня? Приём, приём. Здравствуйте, Дмитрий. Приём. О, так. Сегодня всё запишут. Я вас вижу и слышу. Отлично. Да. Как-то у меня тут слишком солнечные... Да. Сзади гордочка подсвечивается, а спереди нет. Здравствуйте, друзья. Вот так вот замечательно. Меня зовут Александр. Доброго дня. Я андрециолог. Специально для вас сегодня пригласила Дмитрия Ольшанского, психоаналитика, поговорить по теме пищевых расстройств. Надеюсь, вам интересна будет эта тема. Мы в прошлый раз что-то начали, но не сохранилась запись. Меня хорошо слышно? Напишите, пожалуйста, в чате кто-нибудь. Я вижу, слышу. Это самое главное, Александр. Ну что, тогда начнём? Давайте. Дмитрий, у вас были когда-нибудь пищевые расстройства? У меня пищевые удовольствия так и бывают. Всё, что я кушаю, я с большим удовольствием это делаю. Мы, кстати, в прошлый раз вот с вами об этом начали говорить, что современная цивилизация и общество потребления в основном через рот. И статус человека определяется тем, сколько ты можешь скушать. И вот чем у тебя больше, выше, длиннее и так дальше. А вовсе не производительностью. И я-то скорее про производительность. И лично для себя. Я считаю, что я тем, на кем круче, чем я больше создаю, произвожу и чем больше полезных штук я на этой земле оставляю после себя. Да, но большинство людей всё равно это потребители. Ну, эволюция это зависит, как мы знаем, только от 3% особей. Поэтому всего 3% рыбок когда-либо попытаются вылезти на сушу и стать ящерками. А все остальные так и останутся рыбками. Поэтому я призываю вас всё-таки принимать участие в эволюции. Скажите, а к вам часто обращаются люди с пищевыми расстройствами? Да, бывает, бывает. У женщины, да, как правило? Нет, не обязательно. Ну, это стереотип такой, что вот булимия, анорексия, мы как-то вот эти два диагноза с вами обозначили, да? Можно и про мужчину говорить. Ну, у мужчин реже, потому что мужское тело, оно нормировано иначе, да? И мужик должен быть качком. А женщинам как раз транслируются требования на подтянутость, на вот худобу такую, да? И мужчины, они тоже переживают несовпадение с идеальным образом тела, но несколько иначе, да? И от мужчин я как раз слышу там такие запросы, там, а как стать более мужественным? А как там накачаться, а как мне такие же усы, как у вас, отрастить, да, чтобы быть мужиком? Так это не усы общастия, усы, лапы и хвост, вот мои документы, да? Мужественность, она же не... Точно так же, как и женственность, не в привлекательности тела. И эти два диагноза, да, вот, которые мы обозначили, булимия, анорексия, они часто так паровозиком идут, и вроде как считается, что если девушка худая, то у нее и вот булимия тоже есть, да, и все лишнее она из себя вот как бы выводит. А тем не менее, эти штуки-то совершенно разные. И анорексия, как правило, это прообраз тела. И я хочу быть худой. И чем худее я, тем лучше, да? Вот. А и тут ведущее влечение скопическое, да? Девушка в зеркало себя разглядывает, я себе в зеркало не нравлюсь. Она считает себя толстой. Да, у меня была одна приятельница, если у нее ноги смыкались, где-то еще кроме коленок, она считала себя жирной. И в этот же момент садилась на диету и запрещала себе, да, ну вы как профессиональный нутрициолог скажете, что вот это голодание не только неэффективно, еще и вредно, да? Да, но по-моему, по толстению. А вот. И девочкам транслируется образ, поэтому мне кажется, что анорексия больше продиктована, конечно, вот этим зрительным лечением. Я не соответствую идеальному образу. Мне на обложках журналов, по телевизору, по телевизору... Перевизионные журналы нам навязывают. Если ты худая, значит, ты красивая. Вот у меня точно так было. Я смотрела глянцевые журналы в детстве, в 16 лет, в 15 лет, там на Клаудию Шефер думала, блин, почему я не такая? А когда мы теперь пересматриваем эти же журналы и Клаудия Шефер, она нам кажется даже пончиком, да, по теперешним стандартам, она даже с какими-то там складочками, избыточками и все такое. Стандарты уменьшились очень сильно тоже. И мальчики любят худеть, геи. Я после переезда в Аргентину на 15 килограмм похудел. Это потому что правильное питание. Здоровые продукты, качественная пища, свежий воздух и спорт регулярный. Качественнее пищи, чем в России. Так несопоставимо. Несопоставимо. Стандарты совсем другие. И это, кстати, вот такая неочевидная корреляция. Поскольку страна не очень богатая, они не тратятся на пестициды и всякую дрянь. И животных не закалывают антибиотиками, например, как в России делается. И ты еще мясо не пожарил в России, оно уже как подошва. А здесь невозможно мясо испортить, потому что что-то с ним не делай, у тебя аргентинский стейк получится. То есть это в любом случае божественно. И к этому цепляется моя мысль-то в чем? Что тут образ ведущий. Я хочу какому-то образу соответствовать, который мне навязан. И вот когда я не попадаю, я начинаю свое тело насиловать. Тогда как лучше бы вообще-то образ переформатировать. А когда мы говорим о булимии, то тут совсем другая история. Это оральное увлечение. И я что-то заглатываю, но дальше я не могу это усвоить, я не могу это переварить, я не могу это принять. Я его отрыгиваю назад. И вот эта история совершенно другая. Там не только это, Дмитрий, там такое ощущение просто возникает, что оно внутри тебя создает какую-то безопасность, что тебе вот хорошо, вот еда на тебя давит, да, вот в твою вот эту пустоту, и ты чувствуешь себя, что ты живой, не знаю. Понимаете? Вот, 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 смотрите. А потом ты чувствуешь на духовность за то, что ты сожрал, блин, кастрюлю гречки. И идешь, и ты все вырыгиваешь. Понимаете? А когда ты вырыгивал, потом капитит в три раза больше. Я просто болела этой болезнью, и я тогда не понимала вообще, что со мной происходит, никто мне не помог в тот момент. Как бы я считала, это нормально. Я работала моделью, все девочки это делали, как бы приходят на какое-то мероприятие, все съедают, я на них смотрю, думаю, вы что, типа, вы же худые. Они такие, да, и там потом в туалет. Теперь ты узнаешь секрет, почему мы худые. Но мой организм так долго не выдержал, это такая нагрузка, вообще там такие проблемы начинаются, сложности. Ни в коем случае, никому не рекомендую. Это правильно, но это же просто так вот от головы не включается, перестаньте это делать. Это два совершенно разные состояния. И вот вы верно сказали, что когда я обжираюсь, у меня чувство вины включается, тогда как в случае анорексии это про чувство стыда, несоответствия. Она худая, я жирная. И тут стыд. А в случае булинии вина включается. Я слишком много ела, и я это все не усвою, оно мне и не надо. Оно меня изнутри начинает давить. И дальше, кроме как избавиться от этого, а это неправильная проработка чувства вины, и нас это отсылает, конечно, к отношениям с материнской грудью. А не слишком ли я много у мамы съела? А не испытываю ли я вину перед мамой? А не обделила ли я ее? И вообще не отравила ли я себя какими-то избытками и излишками? И вот когда я никак с этой виной справиться не могу, я иду в туалет и начинаю это все срыть. То есть это совершенно другая мотивация. Вот вы уже видите. А не может такое, что человек больной булинией просто вспоминает, что в какой-то момент он не хотел кушать молоко грудное, но мама, допустим, его гладила по головке, он воспринимал это как любовь, ел, а потом все равно это вырыгивал. Так вот, вот, в этом и дело. И самое удивительное, это что у нас у всех есть встроенный эволюционный механизм под названием голод. И когда тебе голодно, ты кушаешь. И, кстати говоря, вот сколько детей я не воспитал, ни с одним этих проблем не было. Не хочет есть, пусть побегает, через 20 минут захочет. Не вижу вообще никаких сложностей в этом. А когда родитель начинает пичкать или заставлять, или вот тот пример, который вы привели, через любовь. Если ты маму любишь, давай еще ложечку скушай. Как мотивация, анакуляция. Тогда это не про любовь и не про заботу, это про тревогу матери. Я хочу быть настолько идеальной мамой, чтобы ребенок у меня был абсолютно безотказный. И мы историю на несколько лет вперед промотаем, а если он какой-то кружок захочет бросить, если он в музыкалку походил пару лет, а потом ему надоело, он легко может это бросить или нет? Или мама будет чувствовать себя, что она провалилась и ее родительский проект получил дизлайк. Нет, ты ради мамы будешь убиваться и ухайдокиваться, потому что ты должен постоянно тревогу маме понижать. А от папы разумеет идет? И папа тоже самое. Папа, конечно, тоже самое. И если у одного родителя, у второго родителя самый главный проект жизни – это их ребенок, так у них сепарации никогда не произойдет. Если у папы ничего больше, кроме ребенка, нет жизни, и у мамы ничего кроме... Они носятся, как с писанной торбой. И ребенок не может отказаться. И тогда начинается. Я буду лучше себя запихивать, я лучше буду себя насиловать, я буду себе причинять боль и какую-то дрянь принимать внутрь для того, чтобы только порадовать окружающего. А если оно у меня не приживается, я это буду выдавать наружу-обратно, буду это все сблевывать. И вот она булимия. И вот обратите внимание, что не всегда связано с анорексией. Но оно может перетекать в анорексию, как и анорексия может в булимию перетекать. Там на самом деле так все смежно. Оно может и в переедание перетекать, и в анорексию там. Да, есть люди, которые, например, голодом замаливают и не едят ничего, да, и худющие, да, так что под капельницы потом их кладут. Да. Это очень смертельно опасно. И если какой-то вот водораздел между этими вещами проводить, то я бы две вещи сказал. В одном случае это зрительная все-таки история про образ, да, и оно вызывает стыд. А стыд это что такое, да, когда я не соответствую какому-то образу. Мне что-то извне транслируется, а я не совпадаю. Да, я чувствую себя толстой. И это всего касается, да, там не принято, чтобы мальчики носили розовые рубашки. А я сегодня решил надеть розовую рубашку, и бородатые музыки мне говорят, как бы, ты не мужик. Да, это стыдно. А булимия совсем про другое. Это про вину. Вот вы это верно подметили. И это про оральное влечение. Я не могу отказаться от того, что я не хочу есть. Вот самая первая игра, да, в которую мы начинаем играть, это съедобное и несъедобное. И в какой-то момент наступает избыток, да, и даже то, что было приятно, и то, что было связано с удовольствием и любовью, наступает переизбыток. И вот тут бы неплохо отказаться. И ребенок, даже если он говорить не умеет, даже если он ходить не умеет, как он маму благодарит обычно? Он благополучно засыпает. Да, я беру столько, сколько мне надо, я насыщаюсь, я удовлетворен, и дальше я выключаюсь просто, да. И вот в этот момент и женщина переживает удовольствие, что какая я молодец, я ребенка накормила, он у меня вот как ангелочек заснул, и матери любуются, и так дальше, и так дальше. Это такая форма благодарности. А если этого не происходит, мать слишком тревожная. И она понимает, что ребенок уже сыт, но надо ему еще дальше пичкать, да, потому что нужно накормить, чтобы с избытком, чтобы плотненько было, чтобы носочки прямо до самой шеи натянуть. И чтобы все общество видело, какая я идеальная мать. Так я тогда хочу сказать, что вы до 40 лет не будете носочки до шеи натягивать, да. Такой киндер никогда от вас не сепарирует. А то, что вот эти вот установки в детстве, типа, если ты не поешь со стола, не выйдешь, доешь, а то там муж рябой будет, это же тоже влияет на пищевое питание в дальнейшем. То есть, ну вот у меня, например, бывает такая мысль, что, ну она с детства откуда-то идет, папа говорил, ты сейчас не покушаешь, у тебя не будет энергии. И я такая, блин, до сих пор эту ловлю мысль, типа, надо поесть, иначе не будет энергии. Хотя сейчас я кушаю один раз в день. А в чем сложность? Сколько энергии надо, столько и бери, да. Когда она у тебя пропадет, придешь и съешь бутер там, или, да. Вот в этом самом дискурсе, да, почувствуйте мелодию. Здесь как будто чувство вины привязывается, да. И вот ты должен поесть для того, чтобы меня понадобили. И это только тревожный родитель будет так вот ребенка пичкать. Для того, чтобы эту тревогу как-то понизить, вот я уже один пример привел. Например, про благодарность, да. В какой-то момент маму можно поблагодарить и сказать спасибо достаточно. И это, кстати, в любых отношениях. А всех, ты куда не приходишь, там сразу стол, давай ешь, да я не хочу. И начинается, как это ты не ешь? Ну, это, знаете, это еще и наша такая родовая травма, да, потому что Советский Союз, всю историю этой страны находился на грани голода или угрозы голода, да. И еда была ценностью. Вот, и еда была ценностью. Поэтому если ты кого-то в гости приглашаешь, его, естественно, надо дать самое лучшее. А что самое лучшее, это пища. Вот, надо накормить. И поэтому любовь часто через еду, ну, и тут, в общем, не надо пенять на наших родителей, это родовая травма такая. У моей бабушки, у нее в 30-е годы во время голодомора умерло три сестры, просто от голода. Вот, в семье было семеро детей, и трое не пережили голод. Вот, это спасибо советской власти, да. Вот, поэтому, естественно, у нее все время были разговоры. Кто как кушает, кто что ест, кто что готовит. Да, и мы к этому более терпимо, более толерантно относились, да, потому что вот у человека травма такая в жизни была. И наши родители тоже это унаследовали. Вот. А тут удивительная вещь такая, да, смотрите, что в бедных странах богатство и благополучие связаны с полнотой. И, например, обратите внимание, что Будда обычно изображается толстым. Да. Да, потому что это счастье и благополучие. А Иисус Христос никогда не изображается толстым. Он худой, сухощавший, жилистый. Вот, да, потому что в европейской ментальности богатый, состоятельный, успешный человек – это тот, кто за своим телом следит. И если ты просто обжираешься консервами, и у тебя сто пятьсот складок свисает, это скорее признак бедности и неблагополучия, да. И поэтому Иисус Христос – вот такой спортивный, подтянутый наш загорелый еврейский мальчик. Все правильно у него. Ну вот, в этом разница менталитета. Ну, смотрите, получается, что и булимии страдают, европейские белые женщины. У азиаток, по-моему, нет такое, и у чернокожих. Только белые женщины этим страдают. Может, они на Иисуса Христа насмотрелись? Да, у нас, вот я об этом и говорю, у нас модель другая. В Индии девочки с 15-16 лет заняты вопросом, как пополнять. И ты ешь, а у тебя жир никак не образуется, потому что когда тебе 15 лет, метаболизм другой совсем, да, и складок у тебя там… И они просто мечтают о том, как бы располнять. Даже если вы на фэшн-бизнес посмотрите, да, по подиуму ходят, ну, мы бы сказали плюс-сайз, да, а у них вот это нормальная модельная внешность. Сейчас, кстати, вас вам понравилось. Сейчас заметили, толстые женщины стали популярны очень. Ну, может, это такая толерантность, которую для них специально сделали. Это бодипозитив называется, да, но это, видите, в другую сторону заваливается. То есть любить свое тело, это же не значит потакать всему. И вот тут большая разница. Любовь – это забота, это дисциплина, это внимание, это не потакать капризом. Вот так же, как когда мы детей любим, мы их воспитываем. Мы же не покупаем им пироженки килограммами, да, там вот я тебя люблю вот так, да. Любовь – это забота и дисциплина. И тело то же самое. На самом деле у меня бабушка тонами конфеты покупала, чтобы доказать свою любовь ко мне. Ну, вот это то же самое, да, это про неуверенность. И тело также, да, если ты тело любишь, ты о нем заботишься, ты возделываешь его, ты там давление меряешь, сахар проверяешь, за сосудами следишь. А если ты тело не любишь, вот ты начинаешь там, ну, давай сожру еще 4 гамбургера и запью дрянь украшенную какой-то, да, с сахарозами. Вот. Это, наоборот, попустительство, это презрение к телу. Поэтому ожирение – это чисто медицинский диагноз, ничего тут этического, нравственного нет. Это просто открываем международную классификацию болезней и читаем, да, что это такое, как это влияет на внутренние органы, на сердце, на сосуды, на все остальное, да. Это просто портит здоровье. И когда девушка, ну, там, имеет какую-то склонность к полноте, это одно, а когда ты заплываешь жиром и убиваешь свое здоровье, и убиваешь свой организм, так это не бодипозитив, это ненависть к себе, это презрение, это внутренние проблемы. Какая самая популярная внутренняя проблема у толстых женщин, которые вот себя запустили? Ну, они все, те по-разному уже к этому приходят, да, и в нашей постсоветской культуре, к сожалению, забота о тебе и культура себя, и культура тела, да, это вот что-то такое презренное, и это буржуазное что-то такое. Настоящий человек должен думать, там, о светлом будущем, о построении счастья во всем мире и постоянно жертвовать собой. Вот, постоянно жертвовать собой. А если ты спортом занимаешься, интеллектуально развиваешься, языки учишь, это мелко буржуазно, это вот ты вот о своем счастье думаешь, иди еще новый половичок себе купи, как бы... Месчанство, эгоизм, филистерство, да, вот и филистер, филистер, если ты думаешь о половичках, вот, да, и это многим детям прививается, что, как бы, думать о себе, заботиться о себе, прислушиваться к себе. И вот я с этого начал, да, у каждого есть встроенный механизм голод, когда хочешь кушать, иди покушай, все, вопрос закрыт. Голод же тоже физиологичен. То есть это нормально испытывать чувство голода? Ну да, да. Я вам больше того скажу, для здоровья... Здесь не нашим прием пищи, по сути, правильно? У всех по-разному. Я вам по себе скажу, да, для того, чтобы бодренько себя чувствовать, обязательно в течение дня надо испытать голод. И, опять же, для меня лично, да, организм думает, что он принимает участие в эволюции, когда он сталкивается с какими-то сложностями. И когда он испытывает холод, например, я обожаю ледяной дух. Ну это стресс. Холод, холод, стресс. Да, да. И тогда организм думает, что мы вообще принимаем участие в жизни. Мы не на печке лежим, да, нужно как-то выживать, нужно добиваться, нужно стремиться. И чисто физиологически, когда вы обливаетесь холодной водой, у вас выделяется норадреналин, который в течение дня перерабатывается в адреналин. И вы весь день проводите под речком. А когда вы хотя бы раз в сутки испытываете голод, то же самое происходит, да. Адреналин, норадреналин. Когда вы покушали, у вас выделяется эндорфин, да. И тогда на физиологическом уровне у вас есть какая-то цель, и вы к ней приходите. И организм думает, какой я молодец. Я сперва был голодный, потом я пошел, губил мамонта, и вот мы сейчас наслаждаемся. И каждый день я испытываю счастье. А вы знаете, что раньше люди меньше ели, там, по-моему, что-то через день, то ли через каждые два-три дня. Ну раньше вообще, типа, люди мало кушали. Знаете такое? Слышали? Ну это уж как ты оленя поймаешь, столько раз ты и кушаешь. Три дня за оленем бегать, понятно, ты три дня будешь голодный ходить. А вот, поэтому, вот вроде бы, ответ очевиден. Нужно прислушиваться к себе. Но у многих людей эти заводские настройки сбиты. И ты пищу начинаешь использовать не для культивирования и заботы о себе, а для каких-то других целей. Это эмоции, мне кажется, чаще всего. Это самая доступная эмоция. Самое быстрое доступное наслаждение. Оно вот, оно повсюду. И не только. Это еще хорошо, если пища доставляет удовольствие. А очень часто это зажирание тревоги. Ты не можешь психологически с чем-то справиться. Иду банку тушенки зажру. И очень часто пища это про тревогу. И это вот та тема, о которой мы в прошлый раз говорили. Оральные фиксации. Когда ты со страхом справиться не можешь, ты начинаешь мамину тишку сосать. И у кого-то курение, у кого-то алкоголизм, у кого-то зажоры. Когда ты тревогу обрабатывать не умеешь, ты начинаешь орально ее подавлять и понижать. Так, давайте посмотрим, что нам пишут. У меня муж проявляет любовь вкусняшкам, а я страдаю от того, не дай бог, не всем. Для него, значит, не любишь, раз не кушаешь. Вот, кстати, да, такая тема. Мужчины любят накормить своих жен, подружек. Типа он так любит, да? Проявляет свою любовь к ней. Ну, а тут хочется сказать, да-ка, чего там плохого? Любовь можно по-разному проявлять. Поцеловаться. И через ряду тоже. Можно целоваться. Поваривать бесконечно друг с другом. Женщину можно вкушать через рот при этом самыми разными способами. Не обязательно пищей. Тревога – это синоним детства. Да, у нас тревога же в детстве зарождается, по сути. Ну, как и все чувства. А любовь – это что, не про детство? А зависть – это что, не про детство? А агрессия – это что, да? Все чувства мы так или иначе вытаскиваем из детства наше, да? И если тревога равно детству, ну, тогда это вопросики и скорее к психотерапии запрос, да? Если ваше детство полностью состоит из тревоги. Дмитрий, если ко мне приходит клиент, да, я как нутрициолог в первую очередь диагностирую, нет ли у него расстройства пищевого. Да, да. А кто же отправляет к психиатру, к психотерапевту, к психоаналитику? Можно же отправлять тоже или нет? Это не ваше? Отправлять можно в любом направлении. Кого угодно. Главное, чтобы он пошел, понимаете? Никого нельзя сделать счастливым насильно. И вот я, кстати говоря, тоже с людьми вашей профессии часто общаюсь, и мне говорят, да мы все расписали, да все понятно, что делать. У человека мотивации нет. И совершенно ясно, понятная программа, как ему свое здоровье наладить. И это счастье, что сейчас нутрициология так развилась, да, что и комьюнити есть, и статьи переводят, и все такое, да? Но если у человека под этим психологическая подоплека и детская травма, и тревога, с которой он справиться не может, так ему можно сто пятьсот раз бросать спасательный круг, но он его не будет брать. А что делать в таком случае? Ну, здесь то же самое. Насильным мил не будешь. Можно порекомендовать обратиться. И вы же в беседе с клиентом видите, да, его акцентуации, его какие-то травмы и неврозы, да? Ну, более-менее очень сложно как-то отследить, потому что человек может выглядеть стройным, там, могут родные даже не знать, что у него такая проблема есть. Я вот сегодня подруге одной написала, Маше, короче, говорю, Маша, а вы еще типа сестру рыгаете там? Ну, я помню, что она этим занималась. Ну, а нет, мы таким не болели никогда. То есть даже родные, муж, там, сестра, мама могут не знать, и человек никогда не скажет, что я там чем-то болен. Очень сложно понять, вообще, что ты болеешь, что у тебя есть проблема. Анорексия, как бы, там худая девочка маленькая, да, которая уже при смерти, и ее нужно спасать там, как вы говорите, на носилках везти в больницу. Там у них свои какие-то группы есть в ВКонтакте, они друг перед другом там меряются с линейкой, кто у кого талия худеет, у кого ребра выступает. Там как бы понятно, это очень легко отследить. Это, как правило, молодые девушки очень такие косплявые. Либо мальчики геи тоже очень худые. Это понятно. Если, допустим, переедание, понятно, что человек толстый будет. А вот с булемией очень сложно, на самом деле, выявить. Ну, это с опытом приходит, да, у меня глаз на это набит. При булемии очень такая характерная особенность, что у человека зубы плохие. Потому что, когда желудочная кислота все время попадает в рот, да, и там несколько раз за сутки, это моментально разрушает зубную эмаль. И вот там... Сильно такое становится широкое. Вот, то есть по каким-то косвенным признакам это понять можно. Да, я согласен, что это так сразу не бросается в глаза. И человек стесняется чаще всего этого. Он боится об этом говорить. Вот, поэтому еще раз, да, психологическое сопровождение бы неплохо. И просто иметь человека, с которым можно о чем-то доверительно поговорить, это уже само по себе помогает. Тут написали, расскажите, пожалуйста, что будет в будущем, на ваш взгляд, если можно будет нажать кнопку и сразу насытиться, допустим. Может, какое-нибудь порошковое питание будет или волшебная таблетка, которая создает чувство сытости. Так можно и без порошков, и без таблеток просто в головной мозг встраивать чип, и этот чип будет вам говорить, что вы голод не испытываете, например, и подавлять чувство голода для того, чтобы все пахали. И смотрите фильм «Матрица» об этом вообще, да. Дело-то не в этом. Психологические проблемы он не сможет устранить, этот чип. И для вас еда значит еще что-то, и вы начинаете с тревогой бороться, со страхами, неуверенность, на работе чего-то не получается, не могу как мужчина реализоваться или как женщина реализоваться, пойду пожру. Вот это никакой чип, никакое будущее, никакая кнопка не вылечит. К счастью хочется. Кстати, страх быть толстым. Ты боишься быть толстым и становишься таким. Но это вот скорее про анорексию. Ты не соответствуешь ожиданиям. И здесь уже другой вопрос. А почему ты вообще считаешь, что чьим-то внешним ожиданиям нужно соответствовать? Это вот знаете, Александр, как подростки говорят, я не просил меня рожать, я здесь не для того, чтобы удовлетворять твои ожидания. И вот это бы неплохо всем понимать, что вы здесь не для того, чтобы кого-то радовать. И да, не соответствуем учет такого-то. Я массе шаблонов не соответствую, но мне вполне комфортно в этом, потому что у меня свои какие-то представления обо мне самом есть. И неплохо бы ориентироваться на то, что внутри происходит. Как человеку с булимией решить свою проблему? Вот как, например, мне понять, у меня сейчас какая-то стойкая ремиссия, или у меня оно вот вернется когда-то? Оно у вас вернется тогда, когда вы захотите. Любой симптом наша психика создает. Если она это создает, ей это для чего-то нужно. Это не только булимия и анорксия касается. Любые фобии, неврозы, расстройства, страхи, истерия, навязчивости. Наш головной мозг для какой-то цели это все создает. И, как правило, это защитные механизмы. Любой симптом, он создается для того, чтобы избежать чего-то более страшного, чего-то более опасного, чего-то более катастрофического. И вот в этом разница между психоанализом и психотерапией. Потому что когда ко мне человек приходит, я жалуюсь вот на это. У меня не возникает тут же лампочка, что это надо вылечить. Я хочу понять, для чего его психика ему это создала. Чаще всего это защитный механизм какой-то. А если я бросаюсь это вылечить, и тут вы же не знаете, что там скрывается, но вы возьмете и вылечите у девочки анорексию, а у нее шизофрения развяжется. Это что, лучше, что ли? Это вообще не лечится. Или вы там избавите от симптома какого-то, то, что называется, шубирующего. А он маньяк. И он пойдет там людей потрошить. Вам это надо, нам это не надо. Поэтому прежде, чем любой симптом лечить, его нужно пощупать, потрогать и понять, что он значит. Я часто на супервизиях это говорю молодым коллегам. Симптом, который пациент принес, о чем он? Что человек хочет с его помощью выразить? Что он хочет донести? И кому он что хочет сказать? То же самое касается булимии и анорексии. Вот мы сейчас об этом начали говорить. Скорее всего я тоже... Это, мне кажется, недовыраженность эмоций каких-то. Это часто недовыраженность эмоций. И вот на то, что касается отношений с грудью. Я не могу маме отказать, потому что она может не то, что обидеться, она может разрушиться. Давайте на эту картинку с обратной стороны посмотрим. Мама пичкает ребенка. А я, будучи ребенком, почему не могу отказаться? Почему я не могу просто заснуть или просто отвернуться, поблагодарить и сказать, наши отношения закончились? Это, помните, в Фейсбуке 15 лет назад была такая опция, когда вы там отфрендживались, приходилось сообщение такое «Ваша дружба успешно закончена». И вот этого многим по жизни не хватает. «Наша дружба успешно закончена», особенно в связи с событиями за последний год. «Очень много дружб закончилось», «Наша семья успешно закончилась», «Или у тебя там ребенок вырос», «Твое детство успешно закончилось», «Теперь вот тебе мой волшебный пендаль, давай самостоятельно». И очень часто вот эта опция провисает. Люди не могут поблагодарить и на какое-то время расстаться. Или пересобрать отношения. Почему? Потому что контрагент очень слабый. И если я маме скажу спасибо, не надо меня больше кормить, а давай с тобой в кино сходим. А давай просто по парку погуляем и поразговариваем. Да, не надо меня кормить. У меня нет уверенности в том, что она это вытерпит. И она разрушится. И вот тогда я начинаю с чувства вины, вы совершенно верно это подметили, себя токсичить и принимать внутрь то, что мне не надо. Это потому что грудь очень слабая. И она ничем другим, кроме как кормлением, заниматься со мной не может. И вот тогда я начинаю насиловать себя. Это всегда вопрос отношений с матерью. А вот те женщины, которые толстые, я слышала, что у них было какое-то сексуальное насилие в детстве, поэтому они переедают. Бывает такое. Тут надо индивидуально смотреть. Есть пациенты, которые... Да, вот было какое-то там сексуальное внимание со стороны взрослых. И поэтому, чтобы этого избежать, все, что женское во мне есть, я просто заплыву жиром. И у меня не будет груди, у меня не будет талии, не будет красивых ног. И я это все спрячу под каким-то вот... Таким сидит дед, вас то шуба дед. Или там тоже такие примеры у меня есть, что мать очень долгое время не могла забеременеть, например. И они хотели второго ребенка. Вот. И женщина начинает полнеть, как бы имитируя беременность. А ей там, девочке может быть там 7-8 лет, да, и у нее начинается ожирение. Почему? Потому что мама не может что-то сделать. Я как бы для папы забеременею, да, я стану жирной, и у меня будет живот. И она всю жизнь потом не может от этого веса избавиться. Хотя и диеты, и спортзалы, и что там только нету, да. Вот. Ну, это вот уникальный такой пример. Уникальный. Хотя каждый пример уникальный. Ребята, есть у вас какие-то вопросики к Дмитрию? Пишите, пожалуйста, в чате. Почему мама это святое, вот нам пишут, да. Это есть такая пьеса у Жанна, как то. Священные чудовища. Вот. И очень часто, да, мать становится таким вот священным чудовищем, которое ребенка привязывает к себе и начинает поглощать, никак от него отделаться невозможно. Вот. Поэтому надо бы сепарироваться. И было бы неплохо, если бы родители показывали детям, что кроме них, у них в жизни есть еще какие-то интересы и удовольствия. И даже если ребенок это самое дорогое и самое ценное, но не единственное, что есть у мамы. И мама еще какие-то другие может удовольствия получать в жизни. Дмитрий, а как вы считаете, вот почему, допустим, европейские женщины, они в старости стройные, ну, как правило, вот по моим наблюдениям, а в России женщины толстеют в старости? Как вы считаете, почему это происходит? Ну, по тем же причинам, о которых мы сейчас говорили, забота о себе. В России очень долго подавлялась вообще тема телесности. И это напрямую связано, там, да, женский оргазм, например, обсуждаемая тема или не обсуждаемая, а месячный, можно об этом говорить или нельзя говорить. И у меня вот недавно был эпизод, я покупаю прокладки, ну, я не очень в этом разбираюсь. И бабушка аргентинка, она ко мне подходит и говорит, тебе помочь? И она мне объясняет, и я себя ловлю на том, что в России подобный разговор был бы невозможным, чтобы какая-то бабушка там 70+, подошла и взрослому мужику что-то начала как бы видеть, что он замешкался, как бы, он еще сам не определился, какие ему прокладки надо, как бы, я ему помогу сейчас, да, вот. А здесь более свободно, раскрепощено, как бы, давай я тебе помогу. То есть женщины, у которых есть любовники, и они там влюблены, допустим, там, после 50, они более стройные, чем те, у которых нет вообще никаких, ну, вообще либидо нет после 50, правильно? Ну, я тут хочу философскую вещь сказать. Чтобы чувствовать себя женщиной, Александра, не обязательно иметь любовника. Потому что женщина – это состояние внутреннее. И когда ты сама себя любишь, когда ты сама себя хочешь, и сама от себя получаешь удовольствие, не важно, сколько у тебя мужчин там было или есть, да, и ты до 90 можешь нести себя красиво, и ты можешь любоваться собой. Это, кстати, опять же, вот вы про постсоветское сказали. Не вертись перед зеркалом. Вот, как-то там любоваться собой – это как-то вот стрёмненько, да, не только мальчикам и девочкам, да, и ты вот какая-то поверхностная финтифлюшка, значит, если ты всё время там перед зеркалом, да. Вот, и поэтому нарциссизм сбит, да, для нас вот любое внимание к себе – это сразу эгоизм, это сразу ты, значит, не думаешь об окружающих, и ты паразит на этой планете. Девушка спросила в чате, как перестать заедать стресс и тревогу? Приходи ко мне лечиться и коровы и волчица. У этого причины ваши личные, и с этим надо работать. А как вы во всех других случаях проживали стресс и тревогу? Кстати говоря, стресс, ничего плохого в этом нет, мы об этом 20 минут назад сказали. Когда вы регулярно физиологически испытываете стресс в небольших количествах, это идёт на пользу и телу, и психике, и всему организму. Есть такое понятие дистресс, вот это когда через чур, да, и это такое количество нагрузки, которую вы не вывозите. И вот это становится разрушительно. А то, что ваш организм сталкивается со сложностями, проблемами, так именно поэтому он и живёт. Ну, смотрите, Дмитрий, вот я вот не перевариваю какого-то человека. Вот мне неприятен там, допустим, какой-то определённый человек. Мы с ним общаемся, он мне не понравился, я ему чё-то не сказала. Я ему чё-то не сказала, пошла потом это зажрала. Понимаете? Я тоже чувствую вину, что я ему что-то не сказала. Я заела стресс. А я вот не знаю, почему не сказала. Может, хотела быть хорошей девочкой. Вот, вот. Это теплее. Здесь хочется сказать, вот если бы у нас с вами был сеанс, да, я бы вам сказал, Саша, выплюни капу. Вот, да. Даже если это плохой человек, вот его надо взять и выплюнуть. И нужно не забрасывать тебя едой, а человека выплюнуть, который вам токсичен и неприятен. Это так же, как вот, там, кошечка вышла гулять, взяла травку в рот, я не понравилась, выплюнула. Выплюнуть. Каку надо выплюнуть. И вы верно говорите, очень часто к этому цепляется, что вот хорошая девочка, она же агрессию не проявляет. И это вот тоже такое. Особенно там, если в культиве, где-то в начальник и такое вообще. Вот, вот. Девочка должна быть удобная, покладистая во всех смыслах этого слова, молчаливая, значит, вот это все, да. И в постсоветской культуре девочкам часто табуируется агрессия, например, да. И то же самое может приводить к тому, что я не выразила агрессию, поэтому у меня тревога и стресс, пойду ее заедать. Да, и вот такая цепочка выстраивалась, витиеватая. А можно ведь эту агрессию не человеку, а потом как-то самому сбросить? Нет. А почему нужно огородами, если кратчайшее расстояние между двух точек – это прямая, да? А ты мне доставляешь неудобства, так надо ему это и сказать. Ребят, есть еще вопросы? Я бы уже закруглялась, мы много разговариваем. А вы, Дмитрий, когда-нибудь были толстым? Я мечтаю стать толстым, как Будда, но у меня никак не получается. Ежедневные 5 километров бега этому мешают, к сожалению. Никак не могу отказаться от этой вредной прибыли. А утром бегаете? По-разному. Сегодня вот у нас зима пришла и стало холодно. До этого зима была плюс 18 градусов, сегодня ночью было 4, поэтому что-то мне пока прохладненько бегать. Может, я свою тушку вытащу, конечно, сейчас. Хорошо, спасибо большое, что поговорили с нами, со всеми. Спасибо за информацию. Спасибо, очень приятно. Давайте. До свидания. Да, всего доброго, хорошего дня. До свидания. До свидания.